комментарии и упоминания я хочу там добраться до депрессии депрессии немножечко еще с вами поговорить о депрессии а пока я найду эту эти комментарии которые спрашивают о депрессии немножечко почитаю ваши значит елена пишет мое здоровье пошло только с ваших них спасибо вам большое ну спасибо так далее серж матвиенко все тут пишет доброе утро много уважаемые вагона уважатый поделился своими наблюдениями хочу перейти на двухразовое питание но вчерашний день показал вот не знаете значит я ему очень много раз сказал твоя задача твоя задача вот стянуть свой растянутый желудок стянуть его употребляя просто-напросто такое разумное количество пищи за один раз не килограммы там не 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 просто а вот грубо говоря вот вот это вот 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 столько вот значит этот или это даже еще много и ты тщательно жуешь 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 и пожевал чувствуешь насытился ушел и чтоб тебя на кухне не было а это двухразовое начинается питание и прочее 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 какие-то знаете метание это до добра не доведет так что это маловато или что я неправильно там делаю но настолько было сказано знаете правильно неправильно я уже сам путаю что я тебе говорил что я тебе там не говорил там вы правильно неправильно я с утра скушал яблок полторы штуки один банан три абрикосы не что уже абрикосы пошли но даже жменью изюма жменью изюма то есть слишком много фруктов этих сухофруктов жменью изюма это как раз вот это вот сладость она еще и влияет на то что у человека появляется как бы сказать разжигается аппетит и вот это однобокое питание однобокое вроде как вот это вот с позиции грубо говоря там сыроедение вроде это там хорошо но на самом деле это это ведет вот к перекосу чтобы после этого питания вот такого хочется съесть что-то другого чтобы это уравновесить то есть съесть рубля там картошки там каши или там мясо или еще чего-то так не обожрался все умерли но насыщение то насыщение осталось очень довольны с утра но тут много он проходка о большой капучино настоящие 400 миллилитров ну куда ты вот я тебе сказал вот-вот 100 граммов там 200 граммов нормально куда ты заливаешь себя растягиваешь такой был обид очень остался доволен что сохраняю сил и работоспособность это главное ладно не буду дальше это переборы идут переборы жучее желание сладкого заставлено сидит магазин и взять там рулетик 200 грамм пирожное сто семьдесят грамм и мед 80 грамм это было съедено и добавлено еще немного изюма вареная свекла немного мяса чуток копченого сала обжорства не было а вот это уже обжорство е-мое то есть я уже сказал то еще потом завтра чищу печень и так далее этого подобного зачем вот это чистить печень обжираясь и прочее 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 знаете это просто-напросто неумение владеть самим собой надо научиться уметь владеть самим собой вот есть такая хорошая восточная как бы сказать присказка и там пословица что собой представляет организм человека вот вообще личность человека смотрите сравнивают личность человека с колесницей с колесницей запряженной пятью конями и так пять коней это органы чувств пять коней окружающие этот пространство где это грубо говоря пасутся эти кони или там едут там это как раз пастбище для этих коней то есть органы чувств реагируют на ту или иную ситуацию а вот допустим красивый дядя прошел от какой а вот красивая тетя ахану каждый по словам реагирует вот а тут машина красиво проехала там еще что-то прекрасно одетый человек а тут еда тут тут то есть кони кони они норовят побежать в ту сторону то есть чувства и и и и мысли в ту сторону где как раз вот имеется вот это вот пастбище для них то есть интересно для человека поняли значит пастбище кони да а кто такой возница а вот возница это как раз ум который должен вот этими знаете конями рулит куда ты куда ты куда ты вот дорога мне надо по дороге чтоб ехал они куда-то ты там несешься там вылупил глаза увидал там что-то там такое что что тебя там это повлекло то есть умом сама вот эта карета в которой сидит возница это физическое тело физическое тело а вот кого он везет хозяин этой кареты а вот хозяин этой кареты можно так назвать это уже там пускай будет душа сидит в этой карете и едет и вот душа значит сидит едет лучше конечно сказать дух но пускай вам будет просто ясно душа едет в карете которая это тело до а ум возница который правит пятью лошадьми вокруг поле со всеми так сказать особенностями на которую реагируют кони там где-то попастись тут выпить и там грубо что-то не заметили так далее и вот эти кони зависимости от пастбища они тут как раз вот норовят туда сюда туда сюда в сторону уйти а это самому душе надо чтобы все это ехало прямо по дороге вот для этого существует у души ум который и управляет чтобы все это ехало так ежели вы позволите вот этим чувствам коням скакать самим по себе вот этот вот ваш кучер управлять не будет то они так понесутся на данном случае вот например и сердже видно что не сами разобьются разобьют карету и уничтожат хозяин этой кареты видите что получается как как древние даже вот это все объяснили так простонароднее чтоб все было ясно и понятно а тут объелся не объелся да вот выйдем и объелся не а вот я тоже то я выпил рафика 100 граммов не 100 граммов там это скорее всего 200 граммов и нормально нормально вот сейчас 10 10 все то есть нам особо много то вообще не надо это привычка разъесться и плюс еще если у нас имеется паразиты мы их кормим вы тут задаете себе вопрос как кого мы должны питать мы должны питать себя или еще питать разного рода жильцов которые у нас живут внутри и при этом они нас разрушают зачем мы эти все противопаразитатки применяем для того чтобы их было как можно меньше влад белый пишет на записке голодающего 2 прекрасная книга которая как раз поддерживает мотивацию на голодании и и так далее так далее то есть вы если начинаете вот голодать вам нужна мотивация пожалуйста ставьте вот эту мою аудиo книгу или читайте записки голода еще один записки голода еще два и есть запись его еще 3 но 1 2 это то что надо будете будете будет это вас воодушевлять. Так, итак, Влад Белый, если бы не ваша школа, не знал бы, за что хвататься. А вот тут должно быть, знаете, всё по полочкам разложено. С чего? Голодание. Ага. Настраивайтесь на голодание. Потом входите в голодание с помощью чего? Потом мотивируйте себя на голодание. Далее. Диагностируйте себя во время голодания. Что вам надо сделать? Клизму, не клизму, контрастный душ, пройтись и так далее. И потом начинается выход. Продиагностировали, что вроде как достаточно вы отголодали, всё там очистилось, или что там такое. Нужное произошло с вами. Начинаете выходить. На чём? Вы понимаете, что вот на этом вы лучше выходите, чем на том. Значит, вот так выходите. Ага, какие процедуры? Ага, что-то появилось такое непонятное. Что с этим надо сделать на голоде? Вернее, на выходе с голодания. И пошло, пошло, пошло. Вот это. Это вот прекрасно. Это я расшифровываю то, что в двух словах сказано. Не знал, за что хвататься. Смотрю видео, появляются силы голодать и двигаться дальше. Это как психотерапия. А вы смотрите на меня. Тут важно понимать. Если один человек чего-то добился такого, ну, более-менее ну, не хочу сказать выдающегося. Ну, по крайней мере, чего-то такого. Вот. Вы на него смотрите, учитесь, как, что, чего делал. Хотя вы, знаете, даже общаетесь. Почаще общаетесь. Через, оказывается, через экран идет прекрасное общение. И плюс подпитка. А вы подпитываетесь моей энергетикой. Не только моей, а той энергетикой, которую вот личности, которые чего-то достигли такого мощного, они могут это все, вот, как бы сказать, пропускать через себя. И не то, что отдавать вам, а вы это сами можете считывать. Вот в чем заключается интересный феномен психотерапии. энергетического обмена, я бы сказал. Ирина пишет, глядя на вас, воодушевляясь, оплоды, это как вы здорово выглядите, такой симпатичный, позитивный, вы очень нужны людям. Вот. Ну, у каждого свое мнение о красоте, о симпатичности и так далее. Ну, вот такая вещь, как позитивность. Вот я, наконец-таки, вышел на такой уровень своего собственного бытия, где негатива остается очень мало. не хочу, что он там исчез, или я тут такой-сякой. Негатива остается очень мало, и я его рассматриваю, если что-то такое получается в моей жизни, я его рассматриваю совсем по-другому. Чему эта ситуация меня хочет научить? Как надо измениться, чтобы реагировать на эту ситуацию позитивно. Плюс это еще более сложные вещи, это вот, как некоторые говорят, знаете, сознание победителя, сознание победителя, победителя и так далее. Я примерно понимаю, что это там за сознание, и не хочу сказать, что сознание победителя, а вот настроиться на сознание, внутри себя настроиться на сознание такого человека, можно сказать, мира, понимающего человека, что вокруг все это происходит, для чего это происходит, и вот этому процессу, вот этому процессу, знаете, не переживать его негативно, а переживать его нормально, и более того, более того, настроиться так, что ты начинаешь понимать, откуда у тебя берутся силы, и ты свое настроение, вот это настроение поднимается, вот как у меня, допустим, сейчас, более-менее все время, из-за того, что ты понимаешь, насколько ты тесно связан с окружающим пространством, которое дает тебе усе блага, усе блага, и вот эта вот благодать, ты ее ощущаешь, ты ощущаешь благодарение, которое ты начинаешь испытывать, и ты тогда начинаешь пользоваться вот этими, как бы сказать, всеми силами, которые вокруг нас, но из-за того, что мы закрыты, и реагируем на те или иные ситуации, вот так вот, вот так вот, вот так вот, мы не можем это просто-напросто почувствовать, и так далее, вот тут-то вот говорят о личностном о морозе, при этом ругаясь, матерясь, считая одних людей ниже себя, а духовности при этом там, сами болеют, и грубо говоря, тоже матеря там других, и так далее, и так далее, вот когда вы этого достигнете, вы тогда поймете, что жизнь действительно прекрасна, и мы созданы с любовью, с любовью, вы начинаете ощущать эту любовь, не просто рассуждать о любовью, то есть, вот мне интересны слова самодумого Анатолия Ивановича, не казаться, а быть, вот вам кажется, что вы чего-то достигли, вы кажется, еще там что-то, это такое, вы знаете, рассуждаете, с позиции информации, и так далее, вот такой должен быть просветленный, вот такой должен быть личностный рост, и так далее, и так далее, то есть, а надо быть, вот когда на стадии бытия, как меня посетила сейчас энергетика, то есть вы становитесь этим. Это огромная разница. И вот тут-то вы себя ощущаете совсем по-другому. Вы себя ощущаете творческой частицей Вселенной. Ну, ладно, пойдём дальше. Влад Белый пишет. Так, не обращайте внимания на доброжелателей, продолжайте своё дело, вас поймут только те, кто же приобрёл к вашим практикам. Что я хотел сказать? Вот то, что я там написал, «Я не вернусь в Россию» и прочие там похоронки, которые, значит, на меня там это самое, навешали эти там людишки. Мне это всё равно. Просто-напросто пишут люди, люди пишут. Как же так? И они даже не удосуживаются понимания того, о чём это идёт, о чём речь там шла, «Я не вернусь в Россию» и так далее. Вот такой заголовок, и у них уже всё, свои собственные какие-то мысли. Вы же почитайте контекст какой, когда это было, с чем это связано. А не просто так, «А-а-а-а, какой-сякой» и так далее. Иван написал, «Молодец!» Продолжаю изучать целебную кулинарию. Это Серджио. Серджио изучает целебную кулинарию. Серджио, я тебе сказал, который раз, вот забрось все эти изучения, ты тупо сосредоточься на том, чтобы съедать нужное количество пищи, нужное количество пищи. Вот она! Две ладошки. У каждого они свои. Вот. Не более вот этого, а за один раз. И это делай раза три. Удень. Все, больше тебе пока ничего не надо. А потом уже, потом уже. На моча фу. Мне нравится эта песенка. Ну, не знаю, что за песенка. Я этих песенок сочиняю. Надо в любой момент сочиню. Татьяна чистила печень неоднократно и выходит песочного цвета, как паста, такая масса. И довольно много зачистку. Кто знает, что это, подскажите, пожалуйста. Песочная цветовая масса, это сгущенная желчь. Желчь в желчном пызыре, она имеет, так сказать, тенденцию, она может сгущаться, она может разжижаться. Все зависит от того, как вы питаетесь, от этого образа жизни. И если вот эта тенденция наблюдается, сгущение желчи, ну, постарайтесь использовать питание и образ жизни такой, чтобы это у вас не происходило. То есть, принимать, грубо говоря, в каждом приеме пищи, немножечко масла, чтобы у вас был желчегонный эффект. То есть, это говорит о том, что желчь застаивается. Как только застаивается желчь в желчном пузыре, это зависит в основном от нашего питания. Вот будете два раза, как Сержи говорит, я буду питаться два раза в день. Ну и что будет питаться два раза в день? Значит, у вас на каждый прием пищи желчь выделяется, так или иначе. Если вы будете питаться раз в день, то у вас вот эта желчь будет выделяться раз в день, в основном. При этом, что будет сходить? Она там, грубо говоря, находится в желчном пузыре, и потихонечку она у вас там загустевает. А это загустевание, как раз тенденция к тому, чтобы у вас там образовывались разные рода камни. Ну, пожалуйста, питайтесь раз в день, питайтесь без масла, там и еще как-то. Обязательно надо делать так, чтобы был желчегонный эффект. То есть, небольшое количество какого-то супчика вы там съедали, и какого-то маслица там было у вас. Тогда вот этих-таких вещей не будет, и вообще в эту печень заглядывать не надо будет. А то тоже как-то вам рассказали, как об этом голоде. О, сухой голод, сухой голод, сухой голод. Да я выхожу без сухого этого голодания и без мокрого голодания. Они не нужны. То же самое без этих чисто. Уже вышел на тот уровень, что и это не требуется. Все работает как надо. За счет того, что идет умеренное питание, насыщение организма энергией. Так, а вот зубы можем восстановить голоданием? Лично мне не удалось голоданием. Тут должны применяться какие-то совершенно иные методики. Я что-то такое слышать слышал, но разбираться в них не разбиралась. Значит, вот еще Татьяна пишет, значит, на ТМИН практика применения. У меня так не получается избавиться от старых болячек или годами наеденных камней за две недели. Повезло человеку. Да, в зависимости все это происходит от того, что за камни, когда они появились. И в некоторых случаях действительно так происходит волшебство. Раз, щелкнут, это хоп, что-то там такое случилось, и прекрасно. А другим надо потрудиться, будь здоров. Для того, чтобы все это выровнять. Не так-то просто. Значит, Татьяна пишет, Геннадий Петрович, высвечивается мешочек со значком доллар, перечисляя деньги туда, они точно до вас дойдут? По-другому не поняла, может, как можно подержать канал. Значит, смотрите, этот мешочек, если вы хотите что-то мне перечислить из-за границы, вы сначала попробуйте, грубо говоря, буквально-таки, какую-то сумму маленькую, допустим, там 1 доллар, там 5 долларов. И, естественно, спросить, Петрович, дошло или нет? Мне кто-то переслал там 75 долларов, вот так вот, в мешочки, и я ничего не получил. Что там, где там, как там все это дело застряло? Влад Белый пишет, вот смотрите. Как не пытался обойтись без ваших практик, ничего не помогает. А жить еще охота, придется потерпеть. Вы знаете, вот любая практика здорового образа жизни надо сделать так, чтобы вы не терпели ничего. А это вы все как-то делали с неким любопытством, с радостью, и это не было напряжено для вашей жизни. А то, вот, допустим, я выпил тмин с медом, представляете, тогда, когда это, и забыл. Уже несколько дней я все это забыл. То есть, вот, где-то надо себе напомнить, чтобы это было, потому что это не входит, как бы сказать, в мой распорядок, а надо его туда вернуть. Это не так-то просто, как кажется. Простое действие. Взял чайную ложечку этого тминного масла, чайную ложечку меда, все это смешал и выпил. И видите, и в голову даже не лезет. Вот, так что, ничего, ничего не надо терпеть. Надо все делать так, чтобы это все, как бы, между делом в вашей жизни и работало на благо в вашей жизни. Вроде бы здоровый образ жизни, а толку не значит. Не настолько он здоровый образ жизни, как вы думаете. Баня, дело хорошее, тренажерный зал не дает его эффекта, как в молодости. Ну, ясно это. В молодости, там и жизненных сил было побольше, какой-то был интерес, интересный жизнь, интерес был. А сейчас просто-напросто, как бы сказать, вот, надо и в ваню входить, и надо, и над этой ноженой ждал, какая-то обеззаловка, энергии маловато, а позаниматься надо, ее растратить, а потом как ее восстановить, вот такое дело. Болячки давят сил, нет, голод приношу тяжело, а диету еще хуже. А вот как раз подобрать такое питание, чтобы вы это все нормально переносили, без всяких там диет, то все как, хотя бы то, что вы съедаете, вот, вот вы съедаете, так их в одной трапезе распределить, чтобы у вас пищеварение было облегченное, не доедаться на ночь, с порядком дня, с распорядком дня, надо, будем говорить, поэкспериментировать, да, а куда денешься, дела все печальные, печальные, не только со здоровьем, а во всем. А вот это вот не должно быть, знаете, это говорит о том, вот если человек так чувствует, это как раз верный путь к депрессии. Вот он занимается, занимается, он не видит, не видит никаких ни результатов, ничего, и все хуже, и хуже, и хуже. Лично это было у меня, когда я вот в 2016-17-18 годы, я это чувствовал, что дело как-то идет не туда. Как это все, знаете, действительно, голодать надо собраться, надо себя мобилизировать, надо все это настроиться, вот, ну, вот, что-то это. И вот, как я только нашел, вот этот вот, изодинамический гимнастик, и начал заниматься, и пошла энергия, энергия пошла, но вы чувствуете, энергия, буквально таки купаюсь в энергии, то есть я научился сам ее, не то, что забывать там, вот, вырабатывать, а вот благодаря вот этому, и плюс, естественно, изменению образа мышления, и все пошло на лад, грубо говоря, кроме мани, 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 я всем доволен, всем доволен, все, все отлично. Надо, опять-таки, задействовать свой мыслительный аппарат, и пересмотреть все, и не раз, и не два, и не десять, и не сто. Это надо, придется сделать, для того, чтобы выйти совершенно на иной качественный уровень мышления, и получение энергии. Вот это. Ну, дальше, лучше пострадать, ради более продолжительной, интересной жизни, так, сделайте ее интересной, чтобы появился интерес, чем осознавать, что скоро финиш. Да, вот такие вот мысли у меня были, думаю, ну, все, дело идет к 70-ти годам, и так далее. Полячки, суставы, то есть все, тут, грубо говоря, не до любви, не до любовных у тех, не до чего-то такого, ну, все, все, дело идет, как бы сказать, к концу. А сейчас, когда вот это, вот знаете, произошла такая трансформация со мной, я думаю, ну, такое даже иногда возникает мысль, да ты только ума набрался, ты только понял, как жить надо, ты насыщаешь организм энергией, как это надо делать, не просто тупо тратил ее там в спортзале, потом лежал, восстанавливался, потом, грубо говоря, там объедался, чтобы это все, ла-ля-ля-ля-ля-ля, жить, оказывается, можно совсем по-другому, и совершенно иными интересами, просто сама жизнь является огромным интересным явлением, а не то, что там машина у тебя там, или еще ты что-то там делаешь, ну, так примерно, так тут Максим пишет, но идет с вами полемика, и экстаз, насчет разницы между мокрым и сухим голоданием, сухой голод, это дар, так как угодно, расценивайте, как вы голодали, если это вам надо, это важно понимать, что вот вы голодали, 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 что улучшили, что вы получили, и, то есть, это ваше достижение, по сухому там, по мокрому, я высказал свое мнение, но два месяца не принимал отмин по чайной, по половине чайной ложки, в результате стул постепенно, постоянно, не сформированный, живот стал раздуваться, как мячик, это пишет, кухни, то есть, гнилостные бактерии, стали усиленно размножаться, после первого приема тмина, стул стал колбасообразным, живот стал уменьшаться, а знаете, вот что еще, помимо того, что мы, как бы сказать, постепенно, когда человек не принимает мин, вот так вот, наблюдается явление, это говорит о том, что, вот, допустим, я на своем примере скажу, это из-за того, откуда все эти процессы идут, из-за того, что мы потребляем продукты, которые содержат в себе разного рода бактерии, грибки, тот же хлеб, те же, допустим, какие-то там овощи, и в результате, вот такие вот вещи у нас получаются, лично я этот тмин, серый тмин, зиру, потребляю постоянно, я уже вам показал, пришел там, как только стул становится более тугой, я его употребляю меньше, как более жидкий становится, я его употребляю больше, так, например, вот Светлана Мартыненко, интересно ваше мнение про психосоматику, да я уже столько рассказывал про эту психосоматику, и так далее, психосоматика, как она там действует, вот это, как только у нас начинаются вот эти вот эмоции, то есть, волнение, волнение, что они волнуют, они волнуют, прежде всего, нашу эндокринную систему, то есть, начинается извращенное выделение гормонов на ту или иную там ситуацию, якобы там, что-то там сделать, и плюс спазмы, вот в основном, два пути влияния психосоматики на уровне человека, психо, это душа, сумма, это тело, как волнение влияет на это, короче, разбирал, рассматривал, и неоднократно, опять, жую черную тмин, но не стала першить в горле, как вы рассказывали, может, золотать его просто целиком, или лучше все-таки с медом, мед же сладкий, не уменьшить пользу тмина, но я уже рассказывал об этом, ну рассказывал об этом, как живать, для чего, что, что, как, вот Георгий пишет, голод, это вам не шутки, Геннадий Петрович, меня приводит в уныние ваше угождение публики и превращение темы голода в чисто оздоровительную тему, голод, это что-то мистическое, чудесное, адское, мучительное, одновременно радостное, раньше использовали голод для того, чтобы получить посвящение, то есть подключиться к тем или иным силам, эгрегорам и так далее, так далее, так далее. Человек уединялся, голодал, при этом он постоянно что-то там призывал, и в результате, в результате приходили те или иные, грубо говоря, там сущности, силы и так далее, то есть он приобретал те или иные нужные качества. Большинству, я насколько понимаю, это особо и не надо, что они с этими там силами будут делать, или еще там, как там у них получится, это все. Поэтому, вот именно вот этот механизм, основной механизм, насчет тмина, что тут содержатся какие-то там вещества, которые могут в одних семенах содержаться, в других не содержаться, и так далее, так далее, и так далее. Ну, знаете, можно вот, это опять-таки, я считаю, какое-то оглупление идет, вот тут содержится, вот тут не содержится, надо анализы, и прочее, 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 прочее. Я написал, а, вот что я написал, ничего интересного нет, это тупик для приема тмина, очередная заморочка для обывателя, и так далее. Мол, только наш, и только у нас. Я же сужу по его действию. Нормализуется, в первую очередь, стул, подавляется ли газообразование, и иное, да. А вообще, подумайте, как могли говорить о целебных свойствах мина, садневековое лекаря, на основании лабораторных исследований, или по конкретным результатам, которых не было, этих исследований. А, ну, вот Ислам, что-то пишет, я принимал семена тмина от компании, сахра сирийского сорта, эффект был, минимальный, чуть ли не вообще ноль. Также, я принимал семена сирийского сорта, от другого производителя, эффект был явный. По опыту, могу сказать, от себя, что человек говорит, правда. если бы у меня была лаборатория, где можно для людей проводить целебные смена, то, пользуясь случаем, я бы тоже предлагал свои услуги тем, кто серьезно лечится, не хочет зря терять время на слабополезное сырье. Ну, не хочу даже на эту тему говорить, время, ценные ресурсы, особенно для раковых больных, каждый занимается своим делом, если оно для кого-то может оказаться эффективным, почему бы это не сказать, для рекламы. Да, реклама, но полезна, не вижу вреда в рекламе качества нужных для услуг, для определенных людей. Знаете, вот я высказал свое отношение, и вы его толкуйте так, как я высказал. Еще разок, средневековые лекари, у которых не было лаборатории, они его применяли и судили по тому, как работают. Если, грубо говоря, мы видим, что эта карта не так работает, ну, тогда меняйте этот мин, будем так сказать. Ну, вот это вот в лаборатории, потом с лабораторией. Вы знаете, такое впечатление вот создается, что в современном мире человек ничего не может сделать без анализов, без лаборатории, без каких-то консультаций и так далее. Он никто. А на самом деле, на самом деле, человек это все. Если вы хотите по пути, вот это, митя, то, пожалуйста, как рецепт, это ваше право. А если вы хотите по-другому, значит, рассужайте так. Сергей Матвиненко, тут это самое, про высшие силы, очень интересно. Кстати, в ТМИН, практика применения, там очень интереснейший материал. И не столько о ТМИНе, сколько совсем о других вещах. совсем о других вещах. Вот вы применяете что-то, как я там показал, что-то применяете. Для чего вы это применяете? В конце, в конце, вы что хотите? Вот, допустим, вы потеряли здоровье. Что вы хотите вообще здоровым образом в жизни там добиться, так скажем? Я хочу добиться того, чтобы у меня восстановился там, грубо говоря, желудочно-кишечный тракт, и я мог опять килограммами есть колбасу, пить там пиво, сметану, шашлыки и так далее, так далее, так далее. Либо же, вот в чем вопрос, а то вы можете любое там средство употреблять, которое может вам помочь, а зачем, а зачем? Да, вот, кстати, он пишет, Сергей Матвенко, пришли семь демонов вместо одного, который удалось выгнать из души и тела, из семенной, то есть в семь раз удвоенной силы начали насаждать на меня всю старую жизнь. Возвращается старая привычка, от которой я вам писал на почту и никогда не писал на канал, и она настолько сильная, что совладеть с ней уже трудно, как курищику. дальше я не буду там читать. Вот, о чем я вам говорю. Зачем вам здоровье? Зачем вам, чтобы вы вернулись к тем привычкам, которых из-за болезненного состояния было нельзя удовлетворить. То есть болезнь вас показала, что эти привычки, они просто напросто в виде вот этих темных сил, которые через вас хотят действовать, они просто напросто вас порабощают. А болезнь и отсутствие сил уже дается для того, чтобы вы осознали, что вот эти привычки, они вас разрушают. Поэтому вы должны измениться тут, а не то, что какой-то рецептик, какой-то еще, что-то, какой-то еще, что-то еще. Вот в чем дело-то. Вот это вот главное, вот это основное, ваши изменения, потому что вы не хотите меняться, и для этого даются, значит, грубо говоря, возникают в конце концов болезненные состояния и прочее, прочее, с целью того, чтобы произошло осознание и изменение. Раз этого нет, то все будет бесполезно. Какие книги на сухом голоде важен информационный аспект, то есть становится важным какие книги мы ведем в такое путешествие, но на голоде действительно должна какая-то быть какой-то настрой, и чтение соответствующих книг помогает вам в этом настрое, как-то даже находить какие-то новые грани вашего настроя и так далее. Биокарлик 67,5 очередной выпуск про тмин, а народ жаждет тренировок, лично я так точно жду выпуска. Ну и что их постоянно выкладывать хотят? Я занимаюсь постоянно, то есть у меня особо нету пропусков, у меня только перерывы я сделал побольше, потому что я немножечко сам себя загнал. Как-никак веса, когда начинают становиться 800-900 килограммов, они требуют гораздо большего восстановления, нежели те, на которых я раньше занимался, думал. я продолжаю заниматься. Так, если я правильно поняла, это Кот-Биомод пишет, то мед разносит быстрее и туда, куда надо вещества полезные, но я об этом уже представил, то есть если вы как-то читали мои книги, хотя бы те же целительные силы, 4 тома, то в них я как раз об этом феномене говорил, феномен этот давным-давно подмеченный с одневековыми, с одневековыми, почему с одневековыми мы вспоминаем, да потому что там появилась письменность, а до этого, до этого, все было до этого, вот кстати Андрей Мартыньяк два дня изменено, на создание травника он выслал вот такой вот, сейчас я ее сфотографирую, штуку, где оно, дошло оно, куда оно, в каких будем говорить этих самых сетях оно зависло, все эти доллари, так вот, немножечко поговорим о благотворительности, все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания, и если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность, на развитие вот этого дела, которое помогает, потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики, прочих, прочих, никто не говорит, только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме, и углубленно рассказывается, проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать, с уважением, и пожеланием, доброго здоровья.